Дорогие друзья, так приятно обращаться к вернейшему пророческому Слову, в котором есть особое знание, особое ведение, и это Слово будет хранить нас на этой земле. Словом Божьим создан наш мир, и чтобы в этом мире продолжать жить и жить счастливо, надо руководствоваться Божьим Словом. Также мы узнаем, что Господь очень ценит имя. Вы любите свое имя? Так, половина неуверенных. Те, кто неуверенны, подойдите, мы, может быть, переименовку начнем. А почему это актуально? Друзья, Господь говорит, что на небесах, может так произойти, я даже обещал, Он даст нам всем новое имя. Кто-то скажет, Господи, да мне так нравится свое. Поверьте, у Бога самое замечательное именование. Помните, когда Он некоторых библейских героев переименовывал, они, наконец, становились адекватными людьми? Вот Яков жизнь свою проживал, ну, как кто? Проныра, обманщик, хитрюга, а стал Израилем. И однажды один выходец из криминальной среды только взял в руки Библию на евангельской программе, открывает и говорит, «О, это книга про меня! Тут везде Израиль, Израиль, Израиль!» А его звали Израиль. Приятно, когда Бог дает хорошие имена, торжественные. Имя определяет судьбу человека. И поэтому сегодня я хотел бы говорить об одном именовании, которое близко всем нам, всем вам, и мне в том числе, потому что земля, на которой мы сейчас находимся, это земля родная. Для кого родная? Земля Архангельская. Чудесным образом у нас такое замечательное библейское имя у города. Не так ли? Поэтому наше размышление сегодня будет носить название «Город Архангела». Какой же это город? Первой ассоциацией, конечно же, это Архангельск. Но, судя по погоде, мне кажется, Архангел получше бы придумал, потому что погода несколько суровая, правда? Особенно, когда начинаются осадки, когда осень, такая глубокая осень, потом зима, стужа. Понятно, что планета не была придумана для таких условий жизни. Согласны? Кто хотел бы южнее, потеплее, не собирать зимний гардероб, не переобуваться, не топтать снежные заносы. Но мы живем в этой земле и на этой земле. И понимаем, что на этой земле важно прожить достойно, ибо мы пришельцы и странники. Даже если ты родился и пригодился в хорошей своей родине, все равно это временно. Даже если десятилетия ты проживешь на этой земле, это все равно временно. Потому что мы с вами не только, ну, судьба наша – жить на земле. Наша судьба еще – уйти обратно в землю. Почему? Да потому что мы из нее взяты. Все наши прародители, включая Адама, так вот такую судьбу имели. Понимая это, у нас есть устремление на нечто большее, чем просто земля, вот география планеты. Мы устремляемся в небеса, мы устремляемся в то, что обещал Господь всем любящим его. Но чтобы вот эти надежды наши были не беспочвены, много мечтающих сегодня. Кто-то мечтает клонироваться, кто-то желает обрести научным путем бессмертие, кто-то хочет переселиться на Марс, видимо, на земле уже все, рай устроили, теперь на Марсе надо, помните, да, яблоки, чтобы росли, цвели. Люди уже некоторые собираются, на Луне хотят. Мечтаний много у людей, но надо эти мечтания как-то трезво оценить, сравнить с прошлым и мечтать, как наученные человеческим опытом люди. Мечтать не как глупый человек, а как ученый человек, как образованный человек. Тогда мечты действительно могут быть своеобразным инструментарием. Мы помечтали, стиснули зубы в кулак и начали выполнять. Но если мы мечтаем не зная, тогда мы можем натворить беду. Можем вспомнить об одном существе, который очень много мечтал. Вы знаете, мы читали в уроке субботней школы, да это для адвентистов очень знаковый текст. Однажды был в Эдеме в саду Божьем, и знаете, это даже не на планете нашей. Вот в саду Божьем в Эдеме на земле был Адам и Ева. Ну, еще змей там появился. А вот однажды на небесах был в саду Божьем, запомните, давно вначале был сад. И вот тот, кто там был, был очень красиво украшен. Давайте сейчас как скороговорку прочитаем, во что было украшено это сотворенное, совершенное существо. Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сафир, карбункул, изумруд, золото. Как красиво все это сверкало! Все искусно усажено у тебя в гнездышках, нанизено на тебе, приготовлено в день сотворения твоего. И это был, запомним, что это за существо, помазанный херувим, чтобы осенять. И Бог его поставил. И он ходил на горе Божьей среди огнистых камней. Это скудный древний язык, причем еще переведенный нам 150 лет назад. Он никак не отражает той красоты, в которой был вот этот херувим. Согласны? Это вот жалкая тень, попытка передать нам спустя тысячелетия. Друзья, вот примерно, ну, мечтайте, ну, невозможно. Это рай Божий. Вот в таком раю самая яркая картина, которая есть в вашем сознании. Все, что вы увидели, самое красивое на земле, там в тысячекратно было больше. И вот этот херувим, он был совершен в путях своих со дня сотворения, доколе не нашлось беззакония. Это был сад Божий. И вот в этом саду Божьем произошла что? Что? Война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но, счастье, вот этот дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, мы его еще знаем как Люцифер, деньница, сын Зари, светоносный, вот он был низвержен. Не потому что некрасив был, красота оставалась. Что было плохого? Причина низвержения. Потому что он обольщал всю вселенную. Если сегодня что-то вы видите красивое, но обольщающее, это проблема, друзья. Херувим может быть цветастый, игристый, драгоценный, но обольщающий. У вас в жизни есть что-то красивое, что вас пленяет, мечта, что-то греет сердце, но если это обольщает, если это с тенью Божьего восстания против Бога, с тенью нарушения закона, это беда. Всякий обольщающий, всякий прельстящийся может быть низвержен. И ангелы, и вот этого дракона были низвержены вместе с ним. Как вы думаете, какое их количество было? Треть звезд небесных, такой пророческий образ используется. Что произошло, друзья, в небесах? Я кратко назову эту идею, чтобы мы размышляли о ней и искали важные смыслы. Михаил и ангелы его. Есть в ортодоксальном христианстве толкование, что Михаил – это вождь воинства небесного, но никак не божество. Это всего лишь один из ангелов. Каких-нибудь еще ангелов вы знаете по именам? Гавриил вы знаете? В принципе, вроде по именам все. Хотя есть люди, которые там целый список, видимо, у них свое откровение есть. И вот Михаилы считают ангелом, самым главным, хорошим, лидером, но никак не богом. Церковь адвентистов седьмого дня учит о том, что архангел Михаил, который является вождем воинства небесного, это наш Господь Иисус Христос. Именно в имени Михаил сокрыта его природа, потому что Михаэль означает «такой, как Бог». И лучшим образом, лучшим текстом это иллюстрируется. Иоанна 3, 16. Сын единородный, такого же рода, что и Бог. Сам Бог, сам источник всего сущего. Он творец. Михаил такой, как Бог. Почему это важно понимать? Когда Бог творит этот мир, началом творения является Иисус Христос. И чтобы нас всех создать в саду Эдемском, Сын Божий принял плоть уже тогда, но не воплотившись для спасения, а просто приняв плоть, чтобы образ представить собой. И знаете, как на этот образ реагировал Адам согрешивший? Когда уже вкусил, занялся легкой промышленностью, одежду себе сшил. Убоялся. Помните, голос Божий в саду. Он услышал, слышал шаги, и убоялся, скрылся. Как вы думаете, Адам, при его четырехметровом росте, как принято считать? Каким интеллектом обладал? Наивысшим. Хорошо весьма вышел, да, Адам? И Ева. Просто чудо-королева. И вот Адам при его интеллекте вдруг думает такую мысль, а спрячусь-ка я от Бога. Я бы сказал, папа, Адам, как-то ты недалекого ума. Как ты от Бога можешь спрятаться? Знаете, почему он прятался от Бога? Потому что к нему шел Сын Человеческий для личного общения. Вот так, на равных. И не захотел Адам увидеть в нем Бога. Он спрятался. Он не думал, что это божество. Он не хотел. Он дистанцировался. То же самое произошло с Михаилом. Были два херувима. Произошло с Люцифером. Были два херувима. Михаил и Люцифер. И оба служили пред Господом. Два херувима, поставленные, чтобы осенять. На что напоминает вам эта картинка? Осеняющие херувимы. Где это было? В святилище пред Господом Небесным служили два херувима. Один из них – Михаил. Второй – Люцифер. Знаете, что подумал Люцифер? Я – красавец. Я – вершина творения. Я – руководитель всех ангельских хоров. Почему, когда Бог собирается творить землю, меня не зовет на совет, а Михаила зовет? Руки в боки и требования. А я тоже. А я могу. А у меня есть возможность. У меня есть потенциал. Я вообще весь цветастый. Я весь красивый. Дайте мне право руководить. Дайте мне право решать, каким будет творение. Ты не можешь. Ты сам сотворен. Ты не можешь. Бог бы хотел тебе дать, но Он тебе дает только то, что подвластно творению. Почитайте еще раз список, что Бог дал Люциферу. Добавить нельзя ничего Люциферу. Он уже все может. Вот все. Единственное, чего не может – не может творить, потому что он не творец. Вот запретное, друзья. Часто мы своим детям ставим преграду, говорим, пожалуйста, не делай, потому что ты не можешь. Я хочу тебе дать, но тебе этого не надо. Говорим мы так детям? Нет, я хочу, я сам. Да не сам, но не можешь. Подрастешь – будешь. Нет, я хочу. Да не можешь ты. Это объективно. Это физиология, психология, это биология, это все научные принципы. Ты не можешь. А чуть-чуть подрастешь – сможешь. Нет, я хочу. Что ты делаешь? Зачем? И вот так происходит в саду Божьем, в саду Эдемском, на небе – война. Потому что один начинает думать о себе чуть больше и сомневается, и спотыкается. А как же так? Рядом вот Люцифер думает, смотрит на Михаила, а как же он в Совете Божьем, а я – нет. Потому что он такой, как Бог. И война была, и было обольщение, и пал на землю. Знаете, что произошло, когда пал на землю, стал действовать на род человеческий? Вы историю грехопадения знаете. И произошло то, что нашел место для себя Люцифер, это древний змей. Нашел место, как вы думаете, где? В сердце людей. Он вошел и стал господствовать жизнью Адама и Евы. А потом стал господствовать жизнью кого? Первый сынок? Каин. И вот что происходит в истории первой семьи на земле? Пророческим образом псалмопевец писал, в городах размножатся люди, как трава на земле. Это история земли. А знаете, как начиналась эта история? Посмотрите, книга Бытие, 4 глава. Мы только начали читать Библию и на 4 главе уже находим описание того, как будут жить люди. Пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нот, на восток от Эдема, познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха и построил Каин что? Город. И назвал город по имени сына своего Енох. Это дает нам определенный ключ к пониманию того, где и как мы живем. Город появился, как продукт деятельности человека, идущего от лица Господня. Ну, так появился. Нравится вам жизнь в городе? Нет. Так появилась. Это история. Начало вообще, заря человечества. Более того, строитель этого города кто? Каин. Мы обычно говорим «человек-убийца от начала». Ну, «человек-убийца от начала» по-библейски – это дьявол. А если брать чисто социологию, «человек-убийца от начала»? Каин. Брата-убийца. Страшно. Опять. Ну, у него же большие достижения, он же город построил, у него потомки, они, знаете, какие замечательные, кузнецы, музыканты, пастухи, чем только не занимались. Гениальность никто не отменял. Но если ты человек-убийца, если ты брата-убийца, все остальное вот под этой тенью находится. Это страшно. Конечно, есть покаяние, но каинитам это неведомо. Итак, происходит развитие человеческой цивилизации. Помните, что эта цивилизация характеризовалась таким образом, что на 1520 год, от сотворения, Господь, глядя на человеческую цивилизацию, говорит, мысли их, действия, какие? Зло во всякое время. Бог уничтожает эту цивилизацию потопом, и вот появляется новый род человеческий. От кого? От Ноя. Поэтому, когда мы с вами вспоминаем, говорим кому-то из людей, мы все дети Адама. Аминь. Но еще можем смело сказать, мы все дети Ноя, потому что не было других детей на планете. Ну, некоторые, конечно, не только происходят от Адама и Евы, некоторые еще от змея. Так Иисус говорил. Но на самом деле мы все дети Ноя. Одна деталь, которую хотелось бы отметить в книге «Бытие» 11 главе. Был тогда один язык, одно наречие, они пошли в землю Синаар, там была равнина, чтобы легко представить себе, это нынешний Ирак. Остались там две реки, которые раньше были райскими реками. Это «Тигр» и «Ефрат». И вот в том месте говорят люди, наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести. Построим себе башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде ли нежели рассеемся по лицу всей земли. Я очень рад, что кто-то не смотрит на экран, а кто-то смотрит в Библию, потому что здесь уже есть искажение, намеренное. Чего-то не хватает в тексте, кто внимателен может сейчас исправить. Я хочу, чтобы вы были благомысленными и никогда не полагались на то, вот на сто процентов, что говорится из-за кафедры или вещается на экране. У вас есть Библия, сверяйте. Чего-то не хватает в тексте. И сошел Господь посмотреть башню, которую строили сыны человеческие. Сказал Господь, один народ, у всех язык один, смешаем их язык, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда, по всей земле. И они перестали строить башню. И дано имя тому месту Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. А ну-ка скажите, какое слово упущено в этой иллюстрации? Какое слово? Простое, обычное слово из нашей темы. Подсказка еще раз на экране, но уже без искажений. Город, друзья, они не строили просто башню. Я тоже как-то думал, Вавилонская башня, Вавилонская башня. Нет, Вавилонская башня может получиться только тогда, когда есть город. Потому что город – это ресурсная база. За счет города все получается. В городе легче жить. Согласны, в городе легче жить? Грешить легче в городе. А, тоже знакомо. Именно поэтому наша планета идет по пути урбанизации. И уже до 70% населения Земли живет где? В городах. Здесь можем перейти уже в категорию статистики и глобальной политики, чтобы видеть тенденции мирового сообщества. И как влияет урбанизация на человечество, на образование, на экологию, на все. Город является источником всех проблем. Еще раз подчеркну. «Построим себе город и башню», – сказали они. Господь пришел посмотреть город и башню. Вавилон – это название не только башни. Вавилон – это название города. На тему города сегодня много интересных мечтаний и взглядов. Вот одна из картинок. Это такой художественный взгляд. Вот картина, которая была нарисована в начале 20-го столетия. Наверное, это авангардизм. Художница Розанова Ольга в 13-м году вот так изобразила город. Некоторые города из-за своего экологического состояния, наверное, так же и выглядят. Правда? Но у людей есть мечты. Люди сегодня мечтают о жизни в городе. Вот примерно одно из таких произведений – город Лилипи, это город-амфибия. Это город, плавающий в океане. Ну, примерно так он выглядит снизу. Красиво, правда? Не знаю, сколько миллионов гектаров придется уработать и загрязнить, чтобы получился такой город. Красивый для, наверное, богатых. Но это не только мечты. Это реальное произведение, которое сегодня уже украшает нашу землю. Сегодня люди удивительным образом строят города-башни. Если вы почитаете документацию такую открытую, общую, везде фигурирует позиционирование этих городов, этих башен, как городов. Это не здания, это именно города. Там свои проспекты, прогулки, там все учреждения и так далее. Это концепция города в доме. Ну, самая из известных, которая сегодня уже есть, когда она строилась, казалась невероятным. А потом мы дожили, что она построилась. 800-метровая башня дубайская. Этот небоскреб, поформенный, напоминающий сталагмит. Он построен в 2008 году. Теперь это самое высокое здание в мире. Там 818 метров высоты, скоростные лифты, ну и так далее. Не наша возможность туда попасть. Полтора миллиарда долларов итоговая стоимость этой башни. Но есть нация на земле, которая пытается всех переплюнуть, перестроить. Это вертикальный бионический город-башня. Китайцы его, естественно, придумали. И сходят слухи, что начали строить, но немножко втихаря. Я не дошел к подтверждению процесса строительства, но вот предлагаемый проект, я думаю, это вот такой. По примеру, природу он устроен. В общем, город-башня. На самом деле, это понятное устремление человека, а Мост-Таро как мир, этому стремлению строить город и башню уже 4000 лет. Первый зверолов пред Господом, Немрод, помните такого? Он, так сказать, архитектором был в Вавилонской башне. Сегодня его детки продолжают подобное действие. Почему мы эту тему затрагиваем, друзья? В нашем богословии, в наших представлениях о том, как будет складываться история земли, есть противостояние городов. Адвентийская пророческая весть построена на том, чтобы мы видели город и его дела. И у этих городов есть название. Вы знаете это название? Напомним, книга Откровения, 14 глава, говорит так. Это ангельская весть. Пал, пал Вавилон. Кто? Башня? Это город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Посмотрите, что сказано дополнительно о его судьбе. Распался на три части. Города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева Божия. Этот Вавилон не зря представлен в Библии. И он дополнительно еще, эта идея о беззакониях этого города, представлена в истории из древней книги, книги Бытие, про другой город, грех которого сегодня прям притча во языцах, уже становится флагом западной цивилизации. Какой это город назовите? Содом. Обидно, что на самом деле даже не один это город, а их четыре. Четыре города с одинаковой моральной характеристикой. Это Содом, Гамора, Адма и Севаим. Тогда в древности были уничтожены. И посмотрите, как это сказано в книге Бытие. Ангелы торопили Лота, племянника Авраама, говоря, встань, возьми жену свою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за что? За беззаконие города. Спасай душу свою. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестностей сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Друзья, я хочу, чтобы мы уловили момент. Мы сейчас не начинаем серию лекций на тему «Оставляем города, бежим». Нет. Внимание. Мы сбалансированные, мы не сектанты. Нам здесь пророческая весть. Ты, Лот, Новый Завет назовет его праведником, спасайся из города, там буквально, потому что можешь погибнуть не за беззаконие свои, а за беззаконие чего? Города. Вот где проблема. Спасайся. Спасайся то, что осталось. Вот жена, две дочери. Где там другие родственники? Ну, были дочери обручены, но его зятья, они еще не вступили, так сказать, брак не оформили. Вот покрутили пальцем у виска. Лот, видимо, праведник, но жизнь в городе обязывает шутить. Такой рубаха парень. Дошутился. Зятьев даже не смог спасти. И он бежит из города и жену не может спасти, потому что жена всем взглядом своим, сердцем своим прикипела, присолилась к городу и не стала у него жены. А дочери какие? Матери двух самых отъявленных языческих народов, моавитян и аммонитян, которые столетиями досаждали Израиль. Это праведник Лот. Почему беззаконие города? Они цепляются, они держат Лота. Они уже схватили его дочерей. Вот в чем беда. Нам, христианам, сегодня думаем еще, мы праведные, у нас все хорошо, мы 20 лет посещаем церковь, мы намолены. Рядом с вами дети есть? А родные ваши, кровушка ваша рядом с вами? Сердце болит? Вот о чем нужно переживать, друзья. Город захватывает, город дает свою цивилизацию, свои ценности, потому что он яростным вином блудопоит все народы. И сегодня, знаете, в чем парадокс? Город Вавилон, этот глобальный, человеческий, он еще сочетался с городом Содомом. Мне поражен был, когда однажды учился в колледже, и преподавательница была, она, видимо, в летах, но у нее молодость была такая бурная, она из 70-х, видимо, хорошо так покутила в те времена сексуальной революции. И она рассказывает на лекции уже в 21-м столетии. Знаете, я антрополог, я исследую историю животного мира, историю человечества и наблюдение. Вот в Африке есть такие обезьянки, называются они бонобо. Эти обезьянки, они бисексуальны, и они такие миролюбивые, они любят друг дружку без разбора. А есть шимпанзе, которые натуралы, они агрессивные, они дерутся. Вывод? Нам, как людям, желающим мира, согласия и добра, нужно быть как бонобо, любить все, что движется. И сидит рядом студентка, которая пришла на занятия с ребеночком и говорит, ну да, да, вот мой мальчик, там 3-4 годика, пусть вырастет, сам определится, кем он будет, и как он будет, кого любить, и кто его будет любить. Нормальное сеяние зерен цивилизации, прогресс, яростное вино блуда, блуда научного, морального, нравственного, эстетического. Вы знаете, что эта отрава вавилонская, она поражает все сферы жизни человека. И культура, и искусство сегодня тоже опущено до нельзя. Сколько скандалов на культурную тему, и в некоторых вопросах действительно хочется сказать, немножко в этот момент похожим на идеологию немецкой партии, ну это как бы искусство деградантов. Ну нет, я художник, я так вижу. Почему? Свобода, равенство, гуманизм. Это страшное явление, друзья. Спасайся, потому что беззаконие городу могут погубить. Мы в зоне риска. Посмотрите, как современную цивилизацию оценил один из писателей, Уитакер Чемберс. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань стилей экранов, и в кинофильмах матерщина, культ удовольствия. Это то, что окружало их скалыбели. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Это на тему, хорошо ли мы учили историю в школе. Мы должны уже сделать выводы, что с такими ценностями, которые сегодня в городской, мировой, вавилонской цивилизации, у нас перспективы на светлое будущее нет. И если вдруг мы связываем в духовном плане, вот я перееду, я вселюсь, я вот обустроюсь, и у меня будет все хорошо, и в семье будет достаток, друзья, это зыбкое основание. Вот на этапе вот этого построения рая на земле ты где-то что-то упустишь, ты не дашь место Господу, ты не дашь место молитве достаточно, не дашь место посвящению достаточно, и город будет сильнее, он тебя поработит, он повлияет, он сильнее, это целая цивилизация, потому что верующих в Бога будет остаток или малое стадо. Ну вот так Библия нас предупреждает. Конечно, мы радуемся Христовой победе. Михаил победил на небе, Михаил победил на земле, как сын человеческий. Да. Мы вроде бы побеждаем всю кровью Христа. Да. Но Иисус что говорит? Трезвитесь, бодрствуйте. Противник ваш, дьявол, он ищет кого поглотить. Он ищет, чтобы прельстить, если возможно, даже избранных. Кто избранный? Я избранный. Скажи о себе, я избранный. И я в зоне риска. Потому что первый, на кого будет бросать свои атаки дьявол, на меня. Он это делает. Это повод нам сегодня переживать. Да, Господь совершил победу, но я, избранный, вдруг могу оказаться прелещенным. Внимайте этим предостережением от Духа Пророческого, от Церкви, от того, что вещается в стенах Дома молитвы. Нам нужно претерпеть до конца. Нам нужно выстоять. Нам нужно сохранить веру, проявить стойкость, потому что город этот на земле сильнее. Но есть город на небесах, который будет точно победителем. Как жить христианину в городе? Действительно, это переживание сегодня. Но у нас есть пример библейский. Знаете, был один человек, наш папа, но не по крови. Хотя на эту тему есть один интересный стих. Везде одинаков Господень посев, и врут нам о разнице наций. Все люди евреи, но только не все нашли пока смелость признаться. Но мы спокойно заявляем, что наш отец кто? Авраам. Это его фото из профиля, из Инстаграма. Это Авраам, потому что он верою повиновался призванию идти в страну. Он хотел пойти и обрести место, место жительства новое. Сначала он жил в шатрах. А знаете, чего он ожидал? И это неплохое ожидание. Авраам хотел жить в городе. Так говорит апостол Павел. Мне радует эта динамика. Господь, помните, на небе был сад Божий. Там был вот этот Люцифер, в саду Божий. На земле был сад Божий, тоже рай, там Адам и Ева жили. Вот бытие об этом говорит. Но Господь не возвращает нас в сад. А Господь готовит нам что? Город. У Бога тоже есть прогрессия. Дьявол предлагает альтернативу. Тут на земле город выстроили. Господь говорит, что это ваши за потуги такие непонятные? Вы когда город строите, пол планеты страдает. Кто наблюдал окрестности города, когда есть полигон свалочный, мусорный, промзону? Город не может без этого. Смотрите, как Авраам красиво представлен на страницах Библии в миниатюре, Евреям 11 глава. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Господь. То есть можно прожить 175 лет на этой земле, так не вселиться в город, мечтать о городе и угодить Богу. Отец всех верующих. Невероятно. Бог себя тысячелетиями называет Бог кого? Авраама, Исаака и Якова. Людей, которые никогда не жили в городе. Когда пытались городу приблизиться, у них всегда были проблемы. Это не столько проблемы в плане соседства, жительства городов, это идейное. Когда ты полагаешься на город, когда ты заглядываешься на город и его жителей или жительниц. У Исаака была такая проблема. Сынок Исаак взял себе хананеек и стал дома каменные строить. И эти хананьянки так досаждали. Прям жизни не стало. Мешало ли наличие города и проблема городов нашему Господу Иисусу Христу? Никак нет. Смотрите, мы читаем в Евангелии от Матфея. Все евангелисты говорят. Иисус ходил по всем городам и селениям. Что Он там делал? Он учил в синагогах их. Он проповедовал Евангелие Царствия. Исцелял всякую немощь и всякую болезнь в людях. Если есть город, мы не как сектанты. О, страшно, чур, все плохое, мы себе рай, палатку поставили, у нас здесь идиллия. Нет, я пойду в город. Что делать? Проповедовать. Помогать, протягивать руку. Выможешься в этот момент? Да. Можешь оскверниться? Ну, конечно. А что тебе для этого нужно? Чтобы эту скверну очистить, избавиться. Что тебе нужно? Так же, как Иисусу. Молиться. Искать общение с Богом. Это особая тема, как менять температуру. Мы будем об этом говорить. Это невероятно глубокий урок. Не только сам Господь имел эту миссию. Его ученики и последователи также имели миссию в городах. Посмотрите, собирались они в церкви, учили немалое число людей. Это город был Антиохия. Антиохия – очень языческий город. С храмами языческими, с плохой культурой. Но христиане, будучи верными Богу, именно там, в этом городе, стали называться христианами. Сегодня, друзья, живем мы в городе Архангела, земном, в Архангельске. Как нас называют люди? Какая первая ассоциация возникает у них, глядя на нас с вами? Не буду добавлять эпитетов, какие бывают, мы слышим. Подумайте, вспомните сами. И может быть, эта задача для нас так собираться, так учиться, так общаться, чтобы у людей первое желание было сказать, что мы кто? Христиане. Замечательный афоризм на эту тему есть. Если вас спрашивают, христианин ли вы, то, скорее всего, вы не христианин. Если вас спрашивают, христианин ли вы, то, скорее всего, вы не христианин. Это замечательное напоминание для нас, что я должен быть не от мира сего, не от этого города, а от какого города? От города небесного. Почитайте его описание. Я просто ликую о том, что есть в этом городе. Высокая стена, 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Стена имеет 12 оснований. Какие имена? Имена апостолов Агнца на этих основаниях. И все жители этого города, они узрят лице его, лице Бога, и имя его будет на челах их. Вот к этому, друзья, мы стремимся. Мы идем к городу, где у нас будет новое имя. Мне нравится, что название города тоже с добавлением слова «новый». Новый Иерусалим. Парадоксально, люди любую идею все равно пытаются приземлить. Знаете, что есть Новый Иерусалим реально на земле? Это на западе Подмосковья, в районе Истры, Новый Иерусалимский такой комплекс построен, чтобы люди почувствовали себя на земле. Ну, кому мало Новый Иерусалим, тот едет в старый Иерусалим, потирает камушки, целует землю, посещает все святые места, чтобы там почувствовать себя ближе к Богу. Хорошее, может быть, это и такое историческое, культурное событие, но духовное, духовное стремление наше должно выражаться в том, как это выразил Августин. Наградою добродетели будет служить там тот, кто даровал добродетель и обетовал ей самого себя. И лучше и выше, кого не может быть ничего. Так красиво Августин сказал о том, что мы стремимся не просто к городу, а к тому, чье лицо там будем видеть. Мы стремимся к тому месту, где Бог нам даст новые имена. Сегодня вы уже назвались как-то по-особенному, назвались ожидающими пришествия Господня, назвались людьми, соблюдающими закон Божий и заповедь о субботе, имеющие печать Божью. Вы запечатлены для Царства Небесного. Поэтому сегодня, друзья, каждый раз, въезжая в этот город, каждый раз где-то записывая название своего города, помните, город Архангельск – это напоминание о городе Архангела Михаила. Это будет Новый Иерусалим. Здесь временное пребывание. По милости Божией, сколько даст, пусть будет. Но наше жительство на небесах. Наше жительство в городе Божьем. Сегодня выбирайте, выбирайте, какие ценности являются основанием вашей жизни. Ценности Вавилона или ценности Нового Иерусалима. На что вы больше хотите быть похожими? На жителей Вавилона или жителей Нового Иерусалима? И тогда мы не будем затрагивать темы, как одеваться, как говорить, как себя вести. Потому что жители Нового Иерусалима себя чувствуют и естественно ведут как небожители. Не надо делать замечания, не надо учить. Господь этого хотел. Помните, в Ветхом Завете говорит, даже никто не будет учить закону. Все будут знать. Чувствуйте, что вы живете в Новом Иерусалиме. Предвкушайте это, смакуйте это. И нам, как церковному сообществу, стоит задача уже здесь, на этой земле создать эту атмосферу неба. Вот в этих стенах, в общении друг с другом, в служении, в прославлении, в молитве, в изучении Писания, во всем, чтобы всякий раз, когда мы объединялись, как тело Христово, чувствовали так хорошо, так замечательно, прямо как на небе. И Господь видит это, говорит, о, приготовились, добро пожаловать, войди в радость Господина Своего. Господь подарит вам вечность. Желаете ли вы сегодня посвятить себя городу Архангела? Желаете ли вы сегодня назвать себя жителями Нового Иерусалима? Делайте этот выбор, осознанный выбор каждый день. Посвящайте себя Богу, боритесь с пороками Вавилона и Содома. И Бог совершит невероятное. Бог благословит вас, потому что вы его дети. Вы призваны во спасение, вы призваны к блаженной участии. Да будет он прославлен в жизни вашей. Аминь. Приглашаю помолиться. Великий превознесенный Господь, мы славим Тебя, Твой замысел относительно истории человеческого рода. Ты дал нам сад Эдемский, которого мы не захотели. Мы его покинули, как восставшие, как бунтующие против Тебя и Твоего правления. Господь, Ты ведешь нас по этой земле и возгреваешь в нас мечту о жительстве в Твоем городе. Благослови нас, Господь. Иметь это, эту надежду, это стремление уже здесь, на этой земле. Помоги всеми силами трудиться, чтобы создавать атмосферу в нашем общении, в наших стенах, в наших семьях, что мы жители небесного града, который грядет. Боже, помоги нам помнить ангельскую весть о падении Вавилона, города у Великого. Помоги нам уйти от него, помоги отказаться от его дел, но также, Господь, помоги в этом городе, где мы живем, во всех городах, где мы живем, как христиане, совершать миссию спасения людей, как Ты совершал, Господь, на этой земле. Мир спасти невозможно, Боже, но спасти конкретную душу каждого человека, особого человека можем мы, Господь, благослови нас в этом. Мы нуждаемся в Тебе. Действуй через нас и будь прославлен, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.